В селе Балаклея Черкасской области решили спрогнозировать результат финала Лиги Чемпионов. Для этого на новом футбольном поле сельского стадиона провели поединок между учениками местных школ. Дети вышли на поле в форме испанского и английского клубов. Кто победил, расскажут наши корреспонденты. На новом поле в форме Реала и Ливерпуля, хотя и без заполненных трибун. Так школьники Балаклея готовятся к решающему поединку Лиги Чемпионов. Ученики второй школы играют за англичан, воспитанники местной футбольной секции за испанцев. Для маленьких спортсменов это будет первая игра на новом профессиональном поле. Дети в восторге, ведь раньше им приходилось дышать пылью на старом стадионе. Там трошки детеке, там треба... Там оно больше... Там больше скакает мяч, а тут меньше. Тут оно ровно, там могут быть горбы, когда дождь, там очень слишком. Их тренер тоже не скрывает эмоций. Эту площадку строители сдали несколько дней назад. Сегодня официальное открытие. Николай говорит, здесь выдержаны все стандарты для профессионального футбола. Ограждение, ворота, разметка, а главное дорогостоящее искусственное покрытие. Тут очень удобно отработать технику, тактические действия. Передача мяча. Тут очень качественная трава. Тут и крошка такая, чтобы мяч не имел такого большого отштовки. Матч между детскими командами не зря решили приурочить к финальной игре Лиги чемпионов. Своего рода прогноз на вечернюю игру Ливерпуля и Реала, говорят организаторы. Перед поединком обязательно церемония, гимн и символическое открытие. Раз, два, три! Футбольную площадку построили благодаря софинансированию из местного бюджета и целевой государственной субвенции. Стоимость стадиона почти миллион триста тысяч гривен. Выделить деньги помог нардеп Сергей Рудык и сам купил форму звездных команд. Мало, чтобы Украина принимала финал такого уровня. Треба, чтобы в финале играла украинская команда. Чтобы это стало через 10-15 лет, треба сегодня вкладывать час, финансы, увагу, развитие детского футбола. Кабинет министров Украины за моей инициативой выдавал распоряжение, где на стадионы в межах многовыборчого округа были выделены деньги около 5 миллионов гривен. После торжественного открытия футболисты начинают матч. Уже на первых минутах мяч оказывается в воротах Ливерпуля. На детском турнире тут же вспыхивают совсем не детские страсти. После двух 20-минутных таймов захватывающего поединка судьи фиксируют небывалый счет 14-1. Триумфальную победу и символический кубок чемпиона выдержала детская команда в форме испанского Реала. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова